Полнолуние 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 земли и вот таким образом выглядит все мельчайшие подробности которые мы и рассматриваем на луне множество множество мелких кратеров и сейчас появится самый главный большой кратер тихо или тайка также нам нужно будет зафиксировать то есть ли там какие-то инопланетные корабли или нет посмотрите также как сильно развернут вот этот пупочек кратер тайка он сегодня расположен совсем в левой стороне и не как обычно по центру или даже немножко правее четко видно что находится именно слева это очень редкое явление я в принципе вижу его только здесь крыму в центральной части россии ближе к москве такого наблюдать почти невозможно или достаточно редко также мы видим дорогу которая идет от этого кратера прямо в верхнюю часть мы можем сто процентов разобрать что эта дорога идеально ровная прямая или может быть это две дороги ну значит кто-то их сделал это не просто так появившиеся какие-то конструкции на луне наверняка все это придумано и спроектировано лунными жителями как лично я понимаю дорога видно очень хорошо возможно это так называемый бордюр или как говорят в северных городах поребрик меня сегодня конечно очень сильно заинтересовал это место хотя раньше я его не уделял ему столько внимания как сейчас но нужно получше нам его рассмотреть я приблизил так был пролет объекта слева направо с очень большой скоростью неизвестного происхождения и так вы четко видите два горных массива или два так называемых бордюра которые идут в глубь луны откуда они взялись и что их образовал это большой большой вопрос но думаю на это нам сегодня стоит уделить очень большое внимание и я постараюсь еще приблизить все эти моменты мы четко видим как внизу расположен этот кратер и четко видны вот эти два луча исходящие вверх теперь я запомню их навсегда и вы представляете их размеры это в принципе по земным меркам птица летит вот это пролетела птица четко видно что машет крыльями а что пролетало раньше неизвестно и так что образовало вот эти горные массивы это большой большой вопрос и нам еще предстоит разгадать всю эту загадку сейчас я попробовал увеличить до максимальных масштабов весь этот вид и посмотрим как будет выглядеть эта дорога в приближении на этот раз мы видим как луна перемещается слева направо и вот-вот в левой части экрана должна появиться эта дорога или те самые горные массивы которые исходят от кратера тайка они идут четко вверх и это не просто так вот сейчас она уже появится также мы должны обращать внимание и на другие кратеры которые тоже в себе скрывают много тайн вот таким образом выглядят эти участки луны максимальное увеличение но к сожалению есть небольшая пульсация в любом случае мы можем заметить очень много важнейших моментов даже на этой дороге есть так называемые белые точки или что-то похожее на кратеры а вот и наш котик который смотрит на нас и раньше я его не замечал видны два глазика даже нос тоненькая шейка хвостик туловище и два ухо котик перемещает сейчас направо лично я вижу там такое животное а что видите вы давайте немножко увеличу масштаб и в данный момент очень отчетливо видно что это существо похожее на кота есть даже две лапки и оно как будто бы сидит а сзади проглядывается такой небольшой хвост опять же повторюсь есть мордочка глаза уши для меня это какой-то котик или котенок жду и ваших комментариев что видите вы на фоне вот этого изображения также можно представить совсем других существ особенно вот здесь вправо как будто бы две головы муравья или пчелы соединились друг с другом не знаю почему но сегодня меня манит именно вот эта часть луны хотя мы конечно же переместимся и посмотрим другие части чтобы запомнить как она сегодня выглядела в это полнолуние но вот съемка вот этих мест меня сильно сильно привлекает такое впечатление что эти две дороги исходящие из кратера тайка соединяют двух существ с левой стороны что-то похожее на муравья и с правой и это не дорога а два жезла или две палочки которые они держат я хочу конечно переместиться на все видимые и возможные части луны мы сегодня это сделаем обязательно но для начала давайте просто посмотрим как этот волшебный кругляшочек или шарик перемещается на наших глазах настоящая это луна или нет что за ней скрывается мы должны выяснить могу вам сказать свое мнение что я считаю за луной расположен один очень страшный и можно сказать даже опасный объект для людей это достаточно секретная информация и когда-нибудь я поведаю вам о ней все мы сейчас уже кстати видим что луна начала немножко двигаться вниз а значит прошел тот пик когда она просто плыва по небу и в данный момент она немножко начинает заходить но все равно мы сохраним эту картинку ее движение чтобы понять как выглядело это шикарное полнолуние я хочу вам сказать что в эти дни происходит множество событий что-то летит черное справа налево с большой скоростью и немножко выше и немножко ниже вы сами видели как происходило все это перемещение то есть объект летел не совсем по прямой линии а менял траекторию выше ниже вверх вниз но с огромной колоссальной скоростью я не могу сказать что это птицы скорее всего это тот самый лунный дракон давайте же более внимательнее рассмотрим и верхнюю часть луны ведь в ней скрывается не меньше секретов которые мы постоянно с вами находим и наблюдаем примерно посередине я вижу два объекта или кратера такое впечатление что они симметричные то есть похожи друг на друга а еще я увидел только что фигуру вот черная это птица с крыльями посмотрите здесь видна четкая фигура какого-то существа с расставленными руками и головой похожей на два глаза и что-то внизу еще или вместо головы расположены два существа немножко похожих на людей тело с расставленными руками и внизу две ноги ступни которых развернуты я первый раз увидел вот эту фигуру и представил человек только вместо головы у него еще два человека сидят сверху фантастика какая-то я стал видеть на луне такие изображения которые рисует она мне в моей голове может быть вы тоже видите то что вижу я поэтому я передаю вам всю эту секретную информацию я действительно сейчас наблюдал какое-то существо нарисованное на поверхности луны давайте очень внимательно посмотрим и верхнюю часть ведь она тоже скрывает немало секретов и иногда можно найти что-то важное именно в той части луны где соединена светлая часть и темная которая называется зоной лунного терминатора здесь видно что скругление сейчас не идеальное и не полное а значит луна еще до конца не сформировалась или уже начала убывать напомню вам что время сейчас пол второго ночи уже а число у нас двадцать четвертое июля две тысячи двадцать первого года и мы с вами снимаем это величайшее полнолуние когда все люди спят отдыхают только мы все ночи напролет следим за звездным небом или за луном и фиксируем все моменты для человечества я хочу переместиться немножко пониже и рассмотреть лунные моря вот эти черные кругляшки которые сегодня направлены именно вниз что достаточно странно я вообще наверное редко редко видел их в таком положении но в данное полнолуние они именно повернуты так напомню вам что луна имеет вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки примерно на сорок пять градусов туда и обратно об этом не рассказывают в школах и в принципе никогда не стараются предать огласки я рассказываю вам лишь свое наблюдение которое заметил постоянно рассматриваю луну в различных фазах и в дни когда это возможно в данный момент она видно что четко перевернуто направо примерно на сорок пять градусов потому что пупочек или кратер тайка расположен с левой стороны а вот эти четыре черных моря они расположены справа внизу вы сами научитесь это замечать когда все чаще и чаще будете наблюдать за луной теперь мы рассмотрим самую нижнюю часть луны есть ли там какие-то изменения и что происходит с лунным контуром или терминатором той частью где соединилась белое с черным я вижу небольшую пульсацию или движение как будто бы волн по часовой стрелке ну по крайней мере справа налево вот таким образом и выглядит вся нижняя часть луны но она идеально ровная нету таких поверхностей как горы или ямы скругление очень хорошее и по самому краю бегут волны я решил укрупнить и показать вам как происходит процесс визуализации или перемещения волнообразных объектов по контуру луны что-то пролетело слева направо черный объект пронес все очень быстро возможно это инопланетный корабль наших надсмотрщиков или тех кто следит за нами и постоянно контролирует все эти пролеты осуществляются прямо перед поверхностью луны и мы умудряемся зафиксировать их чтобы увидеть все подробности вы видите как меняется контур и на нем действительно что-то есть похожее на волны какие-то морские волны только бегут они по лунной поверхности конечно я могу любоваться на эту луну часами вместе с вами поэтому наша с вами задача загадать важнейшие желания в такие моменты когда у нас просто есть вся возможность очень четко качественно снять луну пусть такая луна передается из поколения в поколение из рода в род и все будущие люди которые будут жить на земле поймут и вспомнят как луна выглядела возможно сто лет назад или тысячу лет назад мы сохраняем это великую историю для всего человечества и надеюсь вы всегда будете поддерживать меня в этом начинании мне хочется чтобы потом люди знали и поняли как луна выглядела в наши дни в 2021 году и пусть они эту луну сравнят со своей которая у них будет или возможно не будет как вы понимаете то луна всегда менялась и меняется и раньше вообще существовало три луны но если вы найдете какие-нибудь фильмы например немецкие то контур луны выглядел по-другому посмотрите интересный фильм женщина на луне 1929 года там люди отправились в первое путешествие к луне на ракете напомню вам что фильм снят сто лет назад ну почти и уже тогда были разработаны и придуманы макеты ракет и полное путешествие к луне также вы можете найти обзор на этот фильм и на моем канале если просто введете в адресную строку или в поисковик женщина на луне вы увидите этот ролик посмотрите в моей обработке и моими мыслями высказанными по этому поводу но там будет наглядно показано что все технологии которые еще используются в наше время уже придуманы были давным давно и мы пользуемся научными данными и техникой которая придумана нашими предками и древними людьми и ведь они были гениальны мы же сейчас превращаемся в какое-то стадо или животных или из нас просто-напросто делают такие создания нам хочется только спать кушать отдыхать и выполнять какую-нибудь работу которая больше похожа на роботизированную мы потеряли индивидуальность и личность и перестали придумывать то есть забыли что такое быть творцами а в каждом из нас живет задаток творца и мы должны научиться раскрывать в себе все эти знания что я очень и хочу чтобы у вас получалось совсем рядом с луной я обнаружил еще один странный объект который перемещается сейчас в верхней части экрана и вы видите как летит этот корабль и просто прячется от нас я смог зафиксировать его и это так называемый Юпитер как многие пишут и говорят он сейчас расположен чуть-чуть выше и левее луны но по моему мнению это что-то массивное и больше похоже на материнский межгалактический корабль который тянет за собой целую вереницу еще более мелких кораблей вы видите как они перемещаются и такое впечатление что они летят к открывающемуся скоро порталу задней части луны но кадры просто феноменальные по моему мнению я никогда так хорошо не фиксировал эту огромную межгалактическую планету или корабль богов даже появилась пятая точка нет все таки всего их четыре движущихся за этим огромным круглым объектом разница только в том что все это не очень напоминает нам луну хоть сегодня и полнолуние луна освещена тоже по кругу опять же вот этот корабль всегда освещается по кругу и не имеет каких-то фаз например как луна то есть месяц полумесяц он всегда какой-то круглый и летит вправо хотя луна сейчас уже летит вниз а этот корабль мы видим перемещается вправо вверх еще хочу сообщить вам что в эту странную ночь я снимал и другой корабль инопланетного происхождения которые многие называют сатурн с кольцами но кто-то удалил эту запись из моего компьютера поэтому силы работают против нас говорю до свидания поехали пока и бум по м по м м по 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 м м по по